Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор сайта Изба Вязальня. И мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. И сегодня я хочу вам рассказать о нашем новом изделии, берет с шахматкой 3D. Потому что, встретив узор с 3D шахматкой на просторах интернета, мы не остались к нему равнодушны и превратили узор, выполненный спицами, в берет с 3D узором, связанный на вязальной машинке. Он состоит из чередования лицевых и изнаночных петель, поэтому, понимая, что связать его на одной фонтуре будет очень сложно, выполнили узор на двух фонтурах. Для использования этого узора мы связали берет, так как у него есть свобода облегания, которая позволяет проявиться объему узора. Шапка очень легкая, не давит на лоб, у нее нет тугой планки, зато есть резинка 1х1. Но можно выполнять 2х2 или любое другое переплетение. Шапка эластичная, поэтому особо не надо рассчитывать по объему головы и по высоте, она универсальна и вяжется на полную фонтуру, на все 200 игл. Если у вас на машине игл меньше или голова большего размера, то надо просто применять более рыхлое вязание. Берет особо с таким узором, шапочка без возраста, хорошо подойдет как молодым, так и возрастным дамам. И к тому же в этом же стиле можно связать шарф, так как узор одинаков и по лицу, и по изнанке. Надо понимать, что, несмотря на применение двух фонтур, узор все-таки трудоемкий, так как это не ажуры, не фанги, и тут каждую петлю приходится пересаживать руками. Но, как видите, оно того стоит. В уроке не так много секретов. Самое главное, как вяжется узор и как его убавлять на макушке, чтобы получить гладкое донышко без складок. Как не сбиться с вертикали узора. И при этом очень важный нюанс по самому распределению узора, чтобы он на месте сшивания не сбивался. В зависимости от типа пряжи, берет может быть зимним, весенним. В уроке показано вязание пряжи Ангора Рам, состоящая из махера и акрила. Очень мягкая, тонкая, нежная ниточка. Вяжем и берет на двух фонтурах машины Сильвер 840. При этом не используем никаких программ. Узор выполняется вручную, поэтому вязать можно на любой двухфонтурной машине. И рассчитан этот урок на тех, кто уверенно держит в руках вторую фонтуру и декеры, так как при большом количестве пересадок велика вероятность упустить петли. Приобрести этот урок вы можете по ссылке, которую видите под видео. Если вам понравилось, нажмите нравится, поделитесь с друзьями. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех обновлений. И ждем вас на наших вязальных посиделках и на уроках нашей школы машинного вязания онлайн. Ваша Наталья Некрасова.